всем добрая воскресная утро 20 декабря десять дней до нового года вот так место нашей дислокации выглядит при свете дня по-другому было никак не стать пока никто не гоняет может и не прогонит я думаю по ходу этот не один такой периодически толкаюсь залажу стоянка спит кто как-то шевелится видите все битком того с поляк наверно преснул он всю ночь молотил и остановился он барабанил и утром проснулся он молод силу только выключил заглушил машину правда сидит в куртке может у не автономка не работает просто решил день в куртке сидеть так как вариант в принципе вот что вы обстоять до завтра до пяти утра прошу не обращать внимание нас тут рабочий бардак за уже время обеденное сейчас будем завтракать сегодня мы решили слегка то спаться сейчас будет сырброды сделаем попьем чайку ну и что сегодня вот наше рабочее место вот здесь будем так вот об горизонтальном положении все целый день пора немножко поваляться но пока приятного аппетита сейчас будем самовар ставить всем утро доброе понедельник когда Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Дойду такую штуку Можно потом потратить У них же там У меня уже две есть На еврик Добавим потом Пойдем кофе А сейчас будем умываться Еще купил Еще кофе Булочку какую-то У меня совсем хлеб закончился Еще 5.60 доплатил Цены тут конечно Суверенозаправка Такие кусачие Время 3 часа ночи В 5 планирую выезжать Что-то не спится больше Ну скажу стоянка Еще вся спит практически Здесь Австрия недалеко Минут 40 езды Кстати по чем топливо Минут 40 езды до Австрии Я думаю что большинство На этом австахове Которые туда идут А Австрии открывается С 5 утра Поэтому я думаю Что где-то через Час-полтора Основной движняк пойдет Начнут выезжать Так Дизель Евро 18 Дорого Здесь Вот Поэтому Еще пока Вед пока шел Пару машин всего Ну пару мест Только свободных А так все стоят Пойдем и мы Чай кофе Пить Хлеб закончился Вот пришлось эту булочку Какую-то тут взять Сейчас мы на нее кусок колбасы Пляснем С маслом Позавтракаем Ну вот так-то уже Вот автобан Потихоньку начинает Гудеть Начинает Начинает Но еще не сильно Чуть час-полтора И Пойдет движняк Здесь Ну и мы через 2 часа поедем Сегодня понедельник 21 декабря Часок у нас получилось 31 час Паузы Германия Ставим молотки Сука она нам на этой неделе рабочего времени дает 40 часов 40 часов еще И потом на 45 поставит Нормально А видится автовоз У него точно с автономкой проблемы Он всю ночь вот молотит Все мы расштуриваемся Заводимся И Будем выдвигаться Ну что, парк Сдрогнули? Царь, вернее 25 Поехали Эти бочки здесь уже с 2 часов ночи Живые надеются Зов природы спать не давал Я смотрю, и они тут туда-сюда Что-то уже Вон еще одна летит с автобаном Ну так я не сказал, что тут народ как-то так живенько разъезжается Еще и пока Затем на следующем повороте поверните Австрия уже открыта Эй, хорош спать, братва Можно ехать На следующем повороте Поверните направо Затем на следующем повороте Поверните направо Раз не спешат люди Значит им еще пока Не стоит выезжать Ну а нам уже пора К 8 утра приехать На следующем повороте На следующем повороте Поверните направо 240 километров Закладываем 3 часа Затем через 90 метров Читая справедливая У нас еще впереди Мюнхен утренний Там возможны Штау Ну в 8 Если мы приедем В 15 минут 9 Понятно, что никто Нас не расстреляет На следующем повороте Поверните налево Затем вершитесь На следующем повороте Поверните налево Паузу открутили Че стоять-то Парар байтон Утен засцепленен Посмотрим Очень хотелось бы И верить, что нас сегодня Быстро там загрузят И документы у них будут готовы Что мы сегодня И уходим оттуда Посмотрим Че люди Скоро узнаем А пока 240 километров по автобану Погода такая Мирзковатенькая немного Плюс 4 Точно так идет Шоу Сейчас вроде закончился Но мокро О, видится 5 утра Автобан уже Особенно в сторону Австрии Все Все летят Все Понедельник Перед рождеством Надо всем поработать Чуть-чуть И потом отдыхать Рождественские каникулы Все дела Какой-то Туннель Сейчас будем нырять Тут Или что Хохенконтроль Все время пишет Хохенконтроль Контроль высоты 4 метра высота А Точно Не очень высокий Туннель Какой-то 400 метровый По длине Я не знаю Рассказывал Не рассказывал Но в этой тоже В Голландии Есть контроль Высоты Перед Роттердамом А был прицеп Такой Ну Мешок И когда едешь Сверху Раздувался Такой парус Надувался Высокий Ну и еду Уже вот Тут там Я не помню Название автобана Ну совсем рядышком Возле Роттердама Ну тоже Вижу Хохенконтроль То есть Контроль высоты Все понятно Тут светофоры Там Прямо на автобане Тут Бак Все красным светом Загорается Короче Тупо останавливается Весь автобан Я в глубине души Понимаю Что это все Относится ко мне Что косяк мой И что-то там В какой-то Громкоговоритель Гыр-гыр-гыр Гыр-гыр-гыр Перед туннелем Прямо Ну я же не Сверштейн Чего они там Гыр-гыр-то На своем Тем более На голландском Стоим Наверное С минуту простояли Короче Подходит мне Ко мне Чувак слегковой Выказывает Тебе говорит Прямо Руками машет Нельзя Тебе говорит Направо Надо Ну то есть уйти Перед туннелем Съехать Там на аварийных съезд Какой-то Я О все Спасибо Я раз туда Сразу кручу Тут все впереди Бак Все зеленым Загорелось Весь автобан Поехал Короче поехал Я поехал Туда Направо Свернул Очень Я не знаю Какие-то деревнями Куда Где я ездил По итогу Получилось Я выехал Обратно туда же Там Маша меня вывела Обратно На этот же автобан Юг Парас А как вот Грутердам Попасть Короче Я уже подъезжаю Опять к этому туннелю Во-первых Скорость Бросил Там Ехал Кенадров 70 Наверное В час Чтоб не так Парус Раздувался И еще На ходу Подушки Опустил На тягаче Все Подъезжаю Все Никаких проблем Автоматика Не сработала И мы поехали То есть Все Я проехал Под этим туннелем Сколько раз Под этим туннелем Ездил Никаких вопросов А просто Когда ты едешь А мешок был Почему У нас были Нескорамные машины Сто-кубовые Прицепы И там Тенты были такие Ни шторы Ничего То есть Ненатяжной Он болтался Болтался Как кишка Этот тент И все И он ветром Надувался И сверху едешь Высота 4,20 Получалось Если так Автоматика Срабатывала Вот так Надувала Сверху Вот была Такая штука Интересная Вот Так же И здесь Тоже Хофен Контроли И в этой По Швейцарии Много Тоже Контроли Там Я слышал Даже Пацанов Снимали Все Показывает Там У тебя Высота Проблема Он говорит Типа Ничего Не знаю У тебя Надувался Парус Все Давай Будь добр Специален Вот Мы уже Час Едем Осталось 145 Не Не Час 50 минут Короче 145 Километров Осталось Нет Почему Я 50 минут Час 20 Едем С математикой Трудно С утра Пораньше Скоро Уже Мюнхен Уже Вот Он Вот Практически На Горизонте 145 Километров Осталось До места С правой стороны Друзья Завод БМВ Находится Где Выпускает Не Безызвестную Марку Нам Как бы Можно Здесь Ехать Вот Видите Промзона БМВ Здесь Получится Надо Будет Через Город Сунуться На 3 Километра Дальше На Следующем Съезде Мы Съедем И Нам Через Город Уже Сунуться Будет Не Надо Часть Мы Часть Города Объедем Поэтому Дальше На 3 Километра Всего Тогда Не Надо Через Город О Я Никогда Не Знал Где Ауди Знал Где Вольсваген Знал Где Вот Теперь Будем Знать Где БМВ Видите Такая 92 Автобан Господи Год 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 Гтрейдинг Что Ли Год Рейтинг Гтрейдинг А Вот Как раз Следующие Съезд И Указатель На Наш Нам Нужно Вот Как раз Марк Марк Коффин Какой-то Господи Светает И это Хорошо Пол Восьмого Все Супер 18 Километров Как раз К восьми Будем На месте Какой-то Мы Аграрный Район Заехали Тут Одни Поля Поля Эти 18 Километров От Дороги От Автобана Кабинет Кабинет Поля Трактора Вон Никита Куда Тут Оборудование Ну Правда Город Большой Впереди Наш Наверное Не Наверное Точно Наш Три Три Километра Нам Осталось И Бываем Довольно-таки Четко Без 15 15 8 Не Получится Нам Обогнать Пока Не Получится Встречки И Вот Этот Трактор Сейчас Наверное Получится Встреча 60 Встреча Где ты тут 60 Нашла Вообще Да По Гундес По Германии Так Вообще 60 Ну да 60-65 Можно Ездить Если Я не Ошибаюсь Ну по-моему Нет 0 Здесь Сухо На автобане Вообще Мокро Было Все Стыкну Грязное Залепило Видно Поливали Посыпали Этой Химией Заранее Ночью На 80 Еду При 60 Возможно При 60 Возможно Мы Приехали Километр И мы На месте Еще У нас Какой-то Сальпой Есть Нет Вот Есть Прямо С левой Стороны Нет По-моему Если Я не Ошибаюсь Судя По Вывеске Желтенькой На 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 Ой Нет И Педник Пойдем Денежку Потом Стратить И Кик Тут Короче Тут Были бы Деньги Айти Нам Совсем Рядом Вон Наша Контора С Левой Нормально Ладно Загрузиться Доки Получить Потом Можно Будет Прогуляться На Следующем Повороте Поверните Налево На Следующем Повороте Поверните Налево Стоянка Запрещена Паркинг На Полчаса Вы Прибудете В конечный Пункт Через 180 И Там Через 290 метров Так Справа Вон Кто-то Грузится Но Наверное Вот Туда Дальше Там Своя Машинка Стоит Нам Наверное Туда Тут Вообще Ни одна Машина По-моему Три Должно Грузиться Ну Вообще Из этого Борода Мамой Клянуться Что Не Совместная Растамушка Это Кто Стоит Это Немец Стоит Прибыли С Прибытием Вы Достиг Конечного Пункта Справа Спасибо Пойдем Узнавать Наш План Действий Что Тут Куда Тут Кому Тут Где Тут Сейчас Все Разузнаем Где Тут Какое Бюро Так Далее Тому Подобное Действие Получается Не знаю Вообще Тут Все Дело С Керамикой Связано Ну Так Вообще Девчонка Вот Пришла Вышла Какая-то Номер Машины Моей Написал Вот Бюро Все Ждем Сказала Кляйный момент Вартан Чудеса Какие-то Все У меня уже все документы на руках Чуть ЦМР Кинвойсы Упаковочные Экспортные Осталось Только Загрузиться Заехаться Веса Будет 14 Тон У нас Вообще Красота 30 Полет Чего-то Мы сейчас Загрузим Она Сказала Направо Девчонка Направо Прямо И опять Направо Наверное Вот туда Я думаю Какое-то Оборудование Мы будем Грузить Мы тут Что Не оборудование Не оборудование Куда-то Вот сюда Нам нужно Найти Ее коллегу Отдать документы И все Загрузиться Чувизации Где подвох Где подвох Я не понимаю Пока Не понимаю Пойдем Искать Ее коллегу Не знаю А какое Тут Оборудование Вот Грузит 30 Полет Сказали Будет Так Лазит 33 Будет 30 Ну и Огонь 14 Тон Вообще По красоте Все будет Не груз Прям Мечта Какая-то Здесь Из Полет 14 Той 30 Полет 14 Тон На Весь Прицеп Вот так Это все Красиво Здесь Будет Стоять Ремни Для вида Поповесил Они Все равно Тут Не нужны Но Для вида Должны Висеть Еще Сейчас Досочки Зачехляемся Пол Десятого Вообще Красота Продолжение следует